Виктор Владимирович, подписчики спрашивают, а правда ли, что все болезни начинаются от паразитов? И действительно ли паразиты та самая глубинная причина, о которой многие не догадываются? Или это всего лишь спусковой крючок многих нарушений, которые уже имеются и только ждут своего развития? Правда где-то посередине. И почему это именно так, мы поговорим в этом видео. А о самом легком и комфортном способе освобождения от паразитарной инфекции, известном на сегодняшний день, мы поговорим с вами на ближайшем вебинаре. Регистрируйтесь в описании под этим видео. Приходите, чтобы получить подробную информацию из первых рук. По большому счету, если рассуждать с той подачей, которую делаете вы, что это спусковой крючок, я хочу сказать о том, что с середины прошлого века существует такой анекдот даже медицинский. Он связан с двумя величайшими хирургами и академиками Советского Союза. Академиком Амосовым и академиком Угловым. Так вот, спор и суть этого анекдота заключается в том, что Амосов настаивал перед Угловым о том, что все болезни, это нарушение режима жизни, это нарушение физической активности, это неправильное питание. Вообще, само собой, много каких анекдотов было связано. На что Углов приводил ему очень веские документы, показывал и доводы, и аргументы, показывал ему большое количество хирургического материала, на котором, так сказать, следами тех или иных катастроф, как-то, там, инфаркты даже миокарда, инфаркты мозга, инфаркты легких, язвенные проблемы с почками, с желудком, были связаны напрямую с паразитарной инвазией, и с глистной инвазией, с коридозом, с апистархозом. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что один из первейших, одна из первейших операций по пересадке человеческого сердца, которую провел Кристиан Бернард, гений кардиохирургии, как раз-таки, была связана с тем, что была жизненная необходимость. Кристиану Бернарду хотелось спасти жизнь своего ребенка, сердца, которое было поражено апистолхиями. Так что, в общем-то, где-то, наверное, как говорится, истина лежит посередине. И, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что, возвращаясь, опять же, к моей, к нашему любимому памятнику медицинскому, к моей любимой книге, связанной с тибетской медициной, Джуши, которая упоминается о пяти видах желчи очень четко, есть даже и указание на то, какие паразиты сопровождают пять видов желчи. Паразиты кожные, паразиты мозговые, паразиты сердечные, паразиты гастрономические, паразиты составные. Поэтому, в общем-то, истина, конечно, вот лежит, наверное, все-таки в этой плоскости, в середине. Простым языком, о сложных паразитарных вопросах, мы с вами, уважаемые коллеги, поговорим на ближайшем вебинаре, поговорим о том, как защититься от паразитов легко, поговорим о том, какие новые методы и способы мы для этого предлагаем, ответим на сонмище ваших вопросов по этому поводу, и поговорим, конечно, о том, как надежно, максимально безопасно защитить всю семью от паразитарной инфекции, от паразитарной опасности. Регистрируйтесь и приходите, ссылка регистрации под этим видео. Милости просим!